Около третьей населения на сегодняшний день вакцинировано в городе Чапаевск. В числе тех, кто решил обезопасить себя и близких от вируса – Наталья Чупина. Для того, чтобы получить второй компонент вакцины, женщина приехала в поселок Нагорный, где весь день работал мобильный прививочный комплекс Чапаевской центральной городской больницы. «Я считаю, что на данном этапе прививаться нужно. Слишком большой процент заболеваемости, поэтому все, кто может, кому нет медотводов, привиться дольше». Прививка помогает выработать иммунитет к вирусу и гарантирует легкое течение болезни. Если вакцинированный человек и встретится с ковидом, то перенесет его не в тяжелой форме, говорят врачи. Медики рекомендуют вакцинироваться до начала прививочной кампании от гриппа, так как между процедурами должно пройти определенное время. Приоритетной группой в плане иммунизации остаются пожилые люди – пациенты с хроническими заболеваниями и лица из группы риска. Словом, те, у кого коронавирус может вызвать тяжелое течение болезни. «Вот как раз эта группа, имеющая ряд сопутствующих заболеваний, наиболее уязвима при заболевании новой коронавирусной инфекцией и дает максимальное количество осложнений. Вот те заболевания, которые у них есть хронические, они являются не противопоказанием, хочу еще раз просто про это заметить, а наоборот показанием для вакцинации. Эти люди должны быть вакцинированы в первую очередь». Сегодня привиты почти 90% соцработников и больше 80% медработников региона. На этой неделе в Самарскую область поступило почти 37 тысяч комплектов вакцины «Спутник Ви» и 18 тысяч «Спутник Лайт». Мэри Елчан, События.